Более двух третий россиян, около 67%, считают, что обладание значительной частью арктического побережья полезно и выгодно для России. В первую очередь, потому что там много полезных ископаемых. Таковы результаты социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». В том, что обладение землями в Арктике бесполезно и не дает стране никаких выгод, уверены лишь 6% россиян. Затруднились ответить 27% участников опроса, который провели в 104 населенных пунктах в 53 субъектах Российской Федерации. Большинство респондентов считают, что воды Арктики должны оставаться нейтральными, поскольку это поможет избежать международных конфликтов, войн, а также потому, что это мировое достояние, и этими территориями должны иметь возможность пользоваться разные страны. Освоение Арктики требует значительных средств, однако это важно, и такие расходы оправданы, уверены 50% респондентов. В то же время 26% полагают, что деньги лучше потратить на решение иных задач. Почти столько же затруднились ответить. По мнению 68% россиян, добыча полезных ископаемых в Арктике допустима. Противоположного мнения придерживается каждый десятый. Не смогли ответить на вопрос 22% опрошенных. В ходе опроса 37% россиян также признались, что хотели бы побывать в Арктике. 56%, что не хотели бы. Российскую Арктику необходимо рассматривать как единую макроэкономическую территорию, считает заместитель министра экономического развития Российской Федерации Александр Цибульский. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в рамках панельной сессии «Арктика. Новое экономическое пространство», он подчеркнул, что Арктика для России является абсолютным геостратегическим приоритетом. С учетом арктической территории, которую занимает Россия, у нашей страны нет другого выбора, кроме как быть лидером в освоении и развитии этой территории, отметил заместитель министра. По его мнению, Арктика сегодня это, по сути, единая макроэкономическая территория. И как единый макрорегион она требует отдельной системы государственного управления. Во многом это территория с очень схожими проблемами. С одной стороны, это те возможности, которые открываются в связи с имеющимися природными ресурсами. С другой стороны, это территория с большим количеством ограничений для развития. Это удаленность основных промышленных центров, серьезное транспортное и инфраструктурное ограничение, монопрофильность экономики отдельных городов, зависимость хозяйственной деятельности от поставок топлива и продовольствия в течение сезона. При этом замминистра уверен, что российский сегмент в мировой Арктике уникален. С одной стороны, в арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек. Это больше, чем в любой другой стране мира. С другой стороны, российская Арктика уникальна тем, что города там обладают серьезным промышленным потенциалом, чего тоже нет в других странах, подчеркнул замглавы Минокономразвития. Поэтому он считает, надо рассматривать Арктику как единый объект государственного управления. И для этого за последнее время было многое сделано. В частности, утверждены основы государственной политики России в Арктике до 2020 года. В стратегии социально-экономического развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности указом президента определён состав сухопутной территории арктической зоны России, что напрямую выделяет Арктику в отдельный регион. Кроме того, Арктика выделена в отдельный объект статистического наблюдения. И последнее важное событие – создание государственной комиссии по вопросам Арктики, которую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин. Также Александр Цибульский считает, что Арктику надо рассматривать как новый национальный мегапроект. И очевидно, что государство в одиночку с этим мегапроектом не справится. Успех этого проекта во многом зависит от слаженной и скоординированной деятельности как государства, так и представителей бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также гражданского общества, учитывая тонкости быта коренных малочисленных народов Севера. Министерство обороны закупает сапоги с автоматическим подогревом стельки для военнослужащих арктических войсковых подразделений. Специальная обувь с автоматическим подогревом стельки необходима для солдат, проходящих службу в Арктике в условиях низких температур. Минобороны закупила пробную партию обуви для спецподразделений для низких температур. Сейчас идет процесс опытной носки военными, которая находится в Арктике и в условиях Крайнего Севера. Ведомство также интересуется комбинированными сапогами для особо холодного климата. Ранее также сообщалось, что армия закупит новую форму для солдат. Модернизированная экипировка называется «Ратник», и ее первые опытные образцы поступили в войска в январе этого года. Форму включает в себя 50 разных элементов – саму одежду, шлем, оружие, систему наведения, цели, защиты, электронные средства, связи и навигации. «Роснефть» и «Росатом» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную реализацию стратегических проектов, разработку и внедрение импортозамещающей техники и технологий. Подписи под документом поставили глава «Роснефти» Игорь Сечин и генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко. Стороны выразили заинтересованность в организации сотрудничества по следующим направлениям – это технологии и оборудование для проведения геологоразведочных работ, поддержка освоения и эксплуатации шельфовых месторождений в зоне арктических морей, в том числе обеспечение ледокольной проводки при проведении разведки добычи нефти и газа, системы контроля и измерения параметров технологических процессов – энергоэффективность, промышленная безопасность и охрана окружающей среды. В рамках соглашения будет разработана и утверждена программа научно-технического сотрудничества «Роснефти» и «Росатома». На данный момент стороны имеют большое подсотрудничество, ледоколы «Атомфлота» использовались в масштабных научно-исследовательских экспедициях «Кара-зима» и «Кара-лета», организованных «Роснефтью», а также при проведении геологоразведочных работ для обеспечения ледокольной проводки судов и морской техники. В соответствии с потребностями «Роснефти» «Росатом» уже разрабатывает аппаратные комплексы для геофизических исследований. Определены пилотные площадки для проведения опытно-промышленной эксплуатации датчиков давления в Удмуртии, на Самотлорском и Ванкорских месторождениях. В рамках Петербургского международного экономического форума глава Неницкого автономного округа Игорь Кошин провел встречи с руководителями нефтегазовых компаний, крупнейших российских банков и главами соседних регионов. Безусловно, главная задача – это раскрытие региона для инвестиций и создания инфраструктуры. С нами полностью солидарные наши недропользователи. Сегодня на территории округа добывается порядка 14,5 миллионов тонн нефти. Мы просто обязаны в ближайшие годы как минимум удвоить эту цифру. Что это даст? Прежде всего, увеличение налоговых платежей в округ, в бюджет Архангельской области и в федеральный бюджет, отметил губернатор. По его словам, для реализации поставленных задач нужно раскрыть регион инфраструктурно, развивать и транспортную составляющую, энергетику, банковский сектор, сервисные услуги. Это задача номер один в экономике региона. Тогда мы сможем принять совершенно другие деньги, и у компаний, и у инвесторов будет возможность осваивать их на территории округа, добавил Игорь Кошин. Для привлечения средств на территорию округа администрации региона разработан пакет льгот на вновь введенное в регион имущества. Совсем недавно проект обсуждался на совещании в Архангельске и получил одобрение крупнейших недропользователей округа, таких как Лукойл, Башнефть, Зарубежнефть и Роснефть и других. Мы должны сделать комфортным инвестиционный климат в НАУ, потому что прекрасно отдаем себе отчет в том, что сегодняшние инвестиции через 3-5-7 лет станут конкретными рабочими местами, конкретными доходами и нашего и федерального бюджетов. Решению этой задачи помогают такие площадки, как Петербургский международный экономический форум, где за пару дней можно провести десятки встреч с людьми, принимающими решения по тем или иным вопросам, влияющим на развитие округа, подвел итог глава региона. В конце июня завершится строительство четвертого по счету грузового плечала в морском порту Сабетта. Для ведущих окружных СМИ был организован двухдневный пресс-тур в Сабетту, в рамках которого журналисты побывали на важнейших строительных объектах морского порта – резервуарах СПГ, будущей электростанции, одной из боровых установок Арктика и вахтовом поселке. В Сабете на 20% готовы два причала, предназначенных для отгрузки товарного продукта. Морской порт к приему танкеров СПГ будет готов к 2017 году, когда будет введена в строй первая очередь СПГ-завода производительностью 5,5 миллионов тонн жиженного природного газа в год. В летний период подразумевается прямая поставка СПГ по северному морскому пути в Азиатско-Тихоокеанский регион. Представитель Ямала СПГ отметил, что 96% СПГ уже законтрактовано на долгосрочной основе. Напомню, строительство морского порта Сабетта началось в 2012 году в рамках проекта Ямала СПГ. Роснефть заключила договор на содержание и опеку двух белых медведей в зоопарке Санкт-Петербурга. Это соглашение – часть большого проекта компании, которая считает сохранение и защиту белых медведей одним из своих приоритетов. Роснефть берет под опеку белых медведей во всех российских зоопарках и организовывает научные исследования их популяции в Арктике. Отмечу, белый медведь – один из основных видов индикаторов устойчивого состояния арктических морских экосистем. В рамках ежегодных научно-исследовательских экспедиций «Кара-зима» и «Кара-лета», организованных Роснефтью, проводится программа по изучению белых медведей в районах перспективного освоения месторождений углеводородов.